Всем привет, меня зовут Антон Аверин и сегодня на примере нескольких своих фотографий я хотел бы вам рассказать о подходе к обработке пейзажных фотографий, которые я называю HDR или натуралистичный HDR. Для начала пару слов о себе, я снимаю пейзажи уже около двух лет, техника у меня Canon 1000D и стандартный китовый объектив 1855 EF-S. Ну и поскольку техника довольно начального уровня, мне пришлось глубоко разобраться в вопросе как съемки фотографий для получения максимального качества, так и к их обработке. О том, что такое HDR, я думаю нужно сказать пару слов. Подробнее можете прочитать на моем сайте, у меня есть две статьи, ведение в HDR и съемка и подготовка HDR кадров. Ну и собственно начинающие фотографы наверняка представляют при слове HDR что-то вроде вот этого, но более опытные ребята знают, что HDR бывает разный, он бывает разного качества. Он может быть как сделан с помощью программ типа Photomatix Pro, так и вручную с помощью сведения масок. И именно сведение масками я отношу к натуралистичному HDR. Ну и давайте перейдем собственно к самим фотографиям и к тому как идет процесс. Давайте начнем с этого кадра. При съемке я делаю несколько экспозиций, снимаю с автобрикетингом. На входе у меня получается три кадра. Ну и как бы понятно, что камера не в состоянии полностью запечатлеть весь динамический диапазон кадра. В частности вот этот кадр с водой, для того чтобы у нас получился нормально высвеченный лес, пришлось поставить довольно долгую выдержку, две секунды, чтобы полностью выбило воду из кадра. Ну и как бы наш глаз, когда видит подобную сцену, он различает все оттенки. Он видит как и лес достаточно хорошо освещенный, так и детали в воде он видит, как струи текут, видит нормально освещенные камни. То есть вода больше при просмотре похожа на то, что получилось в этом кадре. Понятно, что размытие это эффект выдержки. Но как бы в идеале снять точно так же, как видит глаз в воду, это довольно трудный процесс. И также есть более темная экспозиция, в которой видно больше деталей по воде, поскольку наш глаз различает эти детали, возможно с этого кадра можно будет взять какую-то информацию. Все эти кадры перегоняются в фотошоп, ну предварительно подгоняются настройки, кроп, освещение и прочее. Потом все это попадает в фотошоп. Конкретно этот кадр я развернул, потому что вода натуральнее смотрится, когда она течет слева направо. Ну и собственно в фотошопе начинается самый сложный процесс, потому что нужно третий кадр объединить в один, который будет смотреться натурально. И процесс этот я осуществляю с помощью масок. И, например, наш исходный кадр это средняя экспозиция. И сверху нам нужно наложить детали по лесу. И в данном случае маска довольно простая, она сделана обычной кистью. И просто наложила кусочек леса с верхнего кадра. С водой несколько сложнее, но в данном случае я не стал особо заморачиваться и тоже сделал все обычной кисточкой. То есть просто вернул какие-то детали. Но это лишь часть процесса. Дальше нам нужно то, что мы свели, как-то выровнять по освещению, потому что один кадр темнеет, другой кадр светлее и может смотреться немножко натурально. Я это делаю с помощью кривых, которые накладываю поверх для слоя. И также конкретно в этом кадре нам нужно вернуть детали воды. Вот. И детальки эти видны на нашем темном кадре. И с него такой же обычной масочкой, обычными кистями мы эту воду накладываем. Она получилась немножко темнее, поэтому восстановим ее с помощью кривых, восстановим освещение. Дальше начинается больше этап творчества. То есть каждый кадр он уникальный. Как бы в предыдущем этапе сведения, конечно, есть свои тонкости, сложности создания масок, высветление каких-то участков. Но зачастую на вот этот момент получается довольно серая и даже может быть немножко невзрачная фотография, потому что Рав при съемке ему свойственно приглушать немножко цвета. И когда мы наблюдали эту сцену глазом, наш взгляд подстраивался под какие-то определенные оттенки. И какие-то элементы выглядели светлее, более насыщенно. Плюс стоит учесть еще, что у каждого человека есть свои особенности по строению глаза, о том, как он видит сцену. И кто-то может быть видит светлее, кто-то ярче, насыщеннее цвета. Поэтому какому виду вы приведете теперь фотографию, зависит только от вас. И я в данном случае, например, посчитал, что стоит немного осветлить камни, осветлить лес и поправить акценты так, чтобы внимание зрителя переходило, не задерживаясь на каких-то участках фотографии, которые не слишком интересны. Мне хотелось показать, мне очень понравился этот лес, его оттенки. Мне хотелось показать контраст между водой и лесом. Собственно, сложностей здесь никаких. Кривые точно так же работаются с обычными масками. Очень часто это просто созданы с помощью кисти. Вот этот слой позволяет немножечко поиграть с освещением кадра, потому что, когда мы снимали, когда мы смотрели на эту сцену, акценты расставлялись одним образом. Но когда мы сняли это с помощью фотоаппарата, фотоаппарат уже не читает наши мысли, поэтому он не смог запечатлеть все идеально так же, как мы это наблюдали. Ну и, собственно, на этом обработка обычно заканчивается. Существует еще несколько этапов. Например, повышение резкости изображения, добавление различных копирайтов. Но это как бы зависит уже от конкретной картинки. Давайте перейдем к следующему изображению. Например, вот к этому кадру. Картина была просто замечательной. Естественно, что глаз видел все. То есть проблем видеть какие-то детальки в листиках на земле, а также заходящее солнце не было. Но для того, чтобы передать тот же самый кадр с помощью фотоаппарата, ту же самую сцену, придется потрудиться. В частности, вот этот кадр снимался также в нескольких экспозиций. Темная для того, чтобы мы могли поймать детали солнышки. И здесь стояла, была довольно прикрыта диафрагма для того, чтобы получились лучики. Вот средний кадр, с которого мы возьмем большую часть информации. А также светлый кадр. И, как видите, здесь я пальцем прикрыл солнце, для того, чтобы не было бликов по кадру. И это позволит нам получить максимальную детализацию по земле. Ну и, собственно, как это выглядит в фотошопе. Вот он, наш исходный кадр, с которого мы начнем строить изображение. Я взял светлый кадр, потому что с него я буду брать большую часть информации по земле, а также детальки в этих листиках. И сверху требуется наложить другие кадры. В частности, например, вот этот кадр, с которого мы должны взять солнце, и взять какие-то детали по небу, которые пропали на предыдущем кадре. А также нам нужно убрать эти торчащие пальцы, конечно же. И маска в данном случае выглядит гораздо сложнее. Строится она с помощью метода яркостных масок и поканальных масок. Ну и, собственно, такая маска накладывает изображение вот таким вот образом. Пальцы, понятное дело, я кисточкой поубирал из маски, чтобы они нам не мешали. Ну, смотрится немножко ненатуралистично, поэтому стоит высветлить обратно солнышко с нашего темного кадра. Вот. И добавить еще информации с другого кадра, или, по-моему, здесь даже прямо с этого кадра, да. Вот. Это позволяет нам высветлить немножко небо и получить более натуральный вид. Здесь, опять же, используется сложная маска. Вот. А также кривая, которая применяется конкретно к этому слою. На выходе мы получаем такую картинку. Я немножечко починил углы, которые получились из-за использования бленды на широком угле. Ну, а дальше, собственно, опять немного обработки. И, когда вы будете сводить подобные кадры, вам решать, чего вы хотите достичь в принципе. Кадр, так как он есть сейчас, мне уже нравится, смотрится довольно приятно. Но, возможно, стоит немножечко переправить и переставить акценты. Поэтому добавляются кривые. Кривые добавляют контраст, а контраст это зачастую указывает на большую резкость изображения. И наш взгляд вообще притягивается к контрастным изображениям довольно сильно. Вот. Я также немножечко поднял температуру кадра с помощью насыщенности. И переиграл немножко освещение, убрав акцент с земли, добавив немного акцента на дерево, так чтобы листики заиграли. И последний этап это повышение резкости. Я немножечко приближу, чтобы было видно, как резкость поднимается с помощью этого слоя. Резкость я делаю довольно просто. Это стандартный Unsharp Mask, фильтр. Фильтр. Sharpen. Unsharp Mask. Собственно, здесь стоят такие настройки. Я использую их практически всегда. Единственное что, то есть, как бы, на таком уровне получается довольно сильный перешарп. Поэтому итоговый слой, я просто уменьшаю ему прозрачность. Вот. И получается довольно мягкий, аккуратный, резкий кадр. Ну и последний кадр, который я хотел вам показать, снят он, кстати говоря, также на Dimitri. И конкретно, кстати говоря, вот эти два кадра я снимал на объектив токена 12.24, который я взял погонять у друга. На что ему огромное спасибо. Вот. Кадры получились довольно интересные. И не думаю, что китовый объектив получил бы такой же результат. Но, например, вот этот кадр, он снят на китовый объектив. Ну и, собственно, сцена, которая глазами выглядела просто сказочно. И когда я снял это на фотоаппарат, получилось как-то совсем серенько, неинтересно, без огонька. Вот. Поэтому пришлось восстанавливать очень много с помощью фотошопа. И этот кадр получил довольно много обработки для того, чтобы вернуть все. Вот эти два кадра довольно похожи. Это на самом деле, если посмотреть девелоп, здесь кадры с разной экспозицией. Но просто этот кадр, он содержит больше информации в тенях. Поэтому, когда я снизил экспозицию, он как бы проэкспонировал на цвета. Я получил больше информации в тенях, поэтому вот околом кадре я смог его использовать, чтобы восстановить какие-то детальки в тенях. Ну и давайте перейдем в фотошоп. Как видите, слоев здесь довольно много. Вот. И этап сведения, в принципе, был не очень сложным. Как бы сначала накладывается слой неба. Получен он с помощью такой же радионентной маски, или как их называют, яркостная маска, поканальная маска. Вот. Выглядит ненатурально, поэтому пришлось притемнить землю, восстановить так, чтобы небо смотрелось более аккуратно, более соответствовало тому, что оно находится на переднем плане. Дальше я взял слой с тенями, наложил его в режиме Lighten и аккуратненько масочкой обработал ту часть, которую я хотел бы убить. Это, в принципе, восстановило информацию. Мы получили в одном кадре и передний план достаточно хорошо проработанный, и красочный закат. Вот. Ну и дальше, собственно, этап обработки, который здесь был довольно сильным. Вот. Сначала я немножко восстановил цвета по переднему плану. Дальше я восстановил еще немного. И конкретно в этом случае маска была довольно сложной. И такую маску не так просто получить, как кажется. И, как бы, следующие два слоя, они позволяют восстановить информацию в цветах, так, чтобы у нас желтые листики действительно выглядели желтыми, заиграли. Вот. Появилась какая-то деталька по земле, чтобы было видно вот эти кустики земляники. Вот. И дальше идет работа с освещением, которое позволяет расставить акценты по кадру. Также я добавляю иногда эффект небольшого затемнения сверху и снизу, для того, чтобы придать легкий объем кадру. Следующий этап был этапом резкости. И здесь два слоя, поскольку нижний слой добавляет резкость на переднем плане. Небольшую. А второй слой размывает задний план, потому что глаз, когда акцентируется на переднем плане, не видит задний план настолько резким, поскольку не придает ему большего внимания. Поэтому, несмотря на то, что при съемке используется гиперфокальное расстояние, для того, чтобы получить в резкости максимальную часть сцены, после обработки я немножечко размываю задний план, придавая тем самым объем в кадр. Ну и небольшой последний акцент в виде резкости какой-то и контраста. Собственно, на этом мой рассказ о подходе к обработке пейзажных фотографий под названием «Матуралистичный HDR» или «А-HDR», как я его называю, можно закончить. Если вас заинтересовало продолжение, пишите на моем сайте или в группе ВКонтакте, я обязательно сделаю новые ролики. Ну а тем, кто хочет более глубоко окунуться в мир обработки пейзажных фотографий, я предлагаю частные уроки один на один. Подробности вы можете прочитать на моем сайте antonaverin.prom Спасибо за внимание. До свидания.